Роль казачества в жизни Хабаровского края и перспективы развития этого движения глава региона Михаил Дегтярев обсудил с новым атаманом Уссурийского войскового казачьего общества Александром Агибаловым, потомственным кубанским казаком. Казаки были всегда первооткрывателями экспедиции. Те функции, которые возгласны казаков, конечно, мы сегодня продолжаем вести. И для меня для него стоит, наверное, очень хорошее открытие. Михаил Дегтярев отметил, казачество возрождается на территории всего края при содействии органов власти. При личном участии зампреда по инфраструктуре Романа Мирошина, который был избран окружным атаманом края минувшим летом, выходит газета «Приамурский казачий вестник». А Минкультура региона совместно с окружным обществом возродили Амурский казачий хор. Также в регионе открыты и работают 33 профильных кадетских классов, в которых учатся более 700 школьников. В целом культуру казаков изучают свыше 1300 детей. Мы работаем сейчас над созданием у нас здесь в Хабаровске казачьего кадетского корпуса, которым смогут обучаться ребят со всего дальневосточного округа. Уже подобрано помещение. Мы сейчас активно над этим работаем. Михаил Дегтярев также заострил внимание на роли казачьего общества в выполнении задач специальной военной операции. Они активно собирают гуманитарную помощь для фронта. Также сотни казаков сейчас выполняют свой воинский долг на передовой. Так почти в полном составе добровольцами в зону СВО ушли казаки Бикинской станицы.